Вы в курсе, что новый урожай краснодарского чая будет фасоваться в новых упаковках и под четырьмя новыми названиями. В целом, с начала года в Сочи произвели 2500 тонн чая. И еще новость. До 2021 года в крае восстановят 455 гектаров чайных плантаций. В этом году сумма субсидий для этих целей свыше 26 миллионов рублей. В рамках краевого закона о развитии чаеводства на территории Краснодарского края в регионе продолжают поддерживать чаеводческие хозяйства. Напомню, краснодарский чай произрастает только на территории Сочи. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех жителей края. Итак, чайная индустрия в крае развивается в том числе и с помощью государственной программы Краснодарского края развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. К слову, на отрасль сельского хозяйства в этом году направили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Таких мер поддержки нет ни в одном субъекте страны. Сегодня это одна из приоритетных отраслей для экономики региона. В целом, сельское хозяйство Кубани многоотраслевое. Выращивается более 100 различных культур. Чайная, повторюсь, только в Сочи. Именно поэтому именно в Сочи и впервые в России состоялось заседание межправительственной группы по чаю. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН была представлена представителями 16 стран. Кубань представлял министр сельского хозяйства региона. Участники обсуждали мировые тренды отрасли и определяли единые подходы в сфере международной торговли. Для нашего региона заседание стало площадкой для презентации мировому сообществу чайной отрасли Краснодарского края. Но прежде гостям рассказали о состоянии местной чайной отрасли. Министр сельского хозяйства края Федор Дерека отметил, что чайное направление социально значимое и экспортно ориентированное. В регионе, а именно в Сочи, более 1200 гектаров чаепригодных земель. По назначению уже используется четверть. Для развития отрасли по инициативе губернатора Кубани в регионе принят закон о поддержке чаеводов. Возобновлена и господдержка. Во-первых, у них недоумение, что такое самый северный краснодарский чай. У них трехдневный визит. Сегодня у нас общее мероприятие, семинары, совещания, круглые столы. Завтра, после завтра, остальные два дня, они будут ездить по нашим чайным плантациям, смотреть, как мы можем в экстремальных условиях на территории Российской Федерации выращивать, скажем так, создавать благородный напиток под названием чай. Чайное направление это социально значимо и экспортно ориентированно. Сегодня у нас на территории нашего региона более 1200 гектаров чаепригодных земель. Но, к сожалению, пока не все не используются. Именно сегодня благодаря инициативе нашего губернатора Венемеевича Конрадьева, скажу, что в 2016 году по его инициативе был принят закон. Краснодарского края, наш краевой, о поддержке наших чаеводов была возобновлена господдержка. Нашим чаеводам мы возмещаем порядка 80% затрат на реконструкцию чайных плантаций и за уход, а также возмещаем до 50% затрат на капельное орошение. Это важно. Почему? Потому что чай – это бренд, это уникальный продукт. Я хочу сказать, что мы сейчас готовим инициативу законодательного собрания Краснодарского края, чтобы именно на 1200 гектар это было целевое использование чайных плантаций. То есть у нас ограниченное количество чайных земельных – 1200. И на 1200 гектарах должны расти только чайные кусты. Из 1200 гектар чайных плантаций мы используем более 300 гектар. Ежегодно наши чаепроизводители производят порядка 500 тонн зеленого чайного листа. Хочу сказать, что у нас 1000 гектар уникальных земель. Они находятся именно у нас в городе Сочи. Мы понимаем, что наш чай краснодарский – это самый северный чай в мире. И по качеству не уступают лучшим сортам чая Индии и других стран. Я хочу сказать, что это направление экспортно ориентированное. Я хочу, что в рамках майских указов президента мы должны нарастить экспорт на наши сиркоспродукции, увеличить в 1,7 раза. То есть с 2,1 миллиарда долларов довести до 3,8 миллиарда долларов. Мы должны увеличить и в том числе экспорт нашей чайной отрасли. Я хочу сказать, что у нас, как я ранее сказал, благодаря поддержке губернатора Венина Ивановича Кондратова возобновлена поддержка чайного направления. Я хочу сказать, что 1200 гектар, которые в чайных плантациях находятся, чайных пригодных земель находятся на территории города Сочи, они должны быть защищены законом. То есть на чайных пригодных землях должны расти только чайные кусты, не другие деревья, кустарники. И поэтому мы сегодня разрабатываем инициативу, выходим в законодательное собрание, чтобы именно эти чайные направления, именно чайные пригодные земли защитить. Я хочу сказать, что мы наконец-то по поручению губернатора мы проводили ряд совещаний с чайными производителями. В первую очередь достигнуто соглашение с нашими основными чайными производителями, подписано соглашение о купажировании чайного листа. Вы знаете, что если мы производим порядка 500 тонн зеленого чая, то порядка 125 тонн получается всего лишь готового чайного листа. А сколько, вопрос, производится и продается под маркой краснодарский чай. Никто об этом не знает. Но поэтому я хочу сказать, что мы защитим наших чаепроизводителей. Пускай краснодарского чая будет не так много, но он будет, это бренд краснодарского края, это будет изюминка краснодарского края. И, значит, мы пришли к соглашению с Росчай-кофе. И со следующего года у нас будет, значит, наш чай выпускаться под четырех названиями, где будет 100% содержание краснодарского чая, 75% содержание, 50% и 25% содержание краснодарского чая. Я считаю, это мы наконец-то за сколько лет сдвинулись в мертвые точки. И теперь наши отдыхающие, которые в год порядка 16 миллионов приезжают нам на территорию Краснодарского края, будут уезжать себе домой с настоящим краснодарским чаем, как когда-то было в советские годы. Отмечу цель государственной программы Краснодарского края развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия устойчивое развитие АПК, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. Госпрограмма включает целый ряд подпрограмм. Это развитие растениеводства, животноводства, устойчивое развитие сельских территорий, развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, а также развитие рыбохозяйственного комплекса виноградарства и виноделия, а также стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе. Основным способом государственной поддержки АПК является выделение субсидий, компенсации и дотации. Край возмещает часть затрат на приобретение сырья и материалов, покупку удобрений, средств химической защиты растений. И все это в том числе работает для развития чайной отрасли. Наш регион должен увеличить экспортную составляющую, что касается АПК. Поэтому в 2017 году мы экспортируем продукцию АПК на 2,1 миллиарда долларов. В 2024 году мы должны увеличить экспорт в 1,7 раза и достичь экспорта, доля экспорта должна быть 3,8 миллиарда долларов. Вот сегодня у нас в доле экспорта составляет 80% это наше сырье, зерно. И сегодня перед нами стоит задача губернатора, что мы должны экспортировать продукцию с добавленной стоимостью. Максимально сырье должно сегодня оставаться на территории Красноярского края. Мы должны максимально загрузить наши перерабатывающие предприятия, которые условно на 50% сегодня загружены, в том числе и чайного направления. У нас сегодня потенциала наших чайных фасовочных предприятий, которые занимаются фасовкой чая, у нас потенциала 19 тысяч тонн. Ежегодно мы можем фасовать чайного листа. Естественно, мы должны загрузить наши предприятия. Мы должны максимально использовать наши чайные плантации. Ежегодно мы должны вводить наши 5 основных предприятий, которые занимаются выращиванием чая, ежегодно мы должны вводить по 100 гектар чайных плантаций в эксплуатацию. Для этого у нас есть земля, у нас есть замечательные люди, у нас есть господдержка. Самое главное, чтобы возродить наш бренд Краснодарский чай, как когда-то было. Россию в продовольственной организации ООН, которая для проведения межправительственной группы выбрала именно Сочи, представляет Ассоциация Росчай-кофе. Именно с ней край пришел к соглашению о том, что со следующего года Краснодарский чай будет выпускаться под четырьмя названиями – букет, экстра, высший сорт и первый сорт. А вообще российская сторона планирует обсудить на федеральном уровне перевод чая в категорию социально значимых продуктов и тем самым снизить НДС, а соответственно и рыночную стоимость товара. Помимо того, что мы являемся страной, потребляющей чая, мы за эти годы стали и страной, которая производит чай. Сейчас мы находимся в этом регионе, уже говорилось, что Краснодарский край – это родина русского чая, порядка 120 лет назад, 118 лет назад. Здесь в регионе были сделаны первые посадки, промышленные посадки чайных кустов. Фактически 120-118 лет назад Россия стала выращивать и производить промышленно самый северный чай в мире. Если смотреть на место России в мировом рынке, оно, безусловно, не очень высокое. С точки зрения производства мы, наверное, находимся в самом-самом низу. С точки зрения потребления наша доля оценивается, в зависимости от того, как считать, с точки зрения общего глобального производства оценивается в пределах 2,5%. Если говорить о доле России в объеме экспорта чая по всему миру, мы занимаем чуть большее место, в презентации Жан-Лука мы видели цифру около 9%. Но, несмотря на то, что мы занимаем не столь большую долю в физическом объеме, мы достаточно серьезно влияем на климат мирового чайного рынка. Мы являемся в том числе и тренд-мейкерами, то есть страной, которая дает мировому рынку многие интересные предложения по развитию мирового рынка, по созданию условий, когда к чаю возвращается ценность, когда мы можем доносить качественную информацию до потребителей и тем самым поддерживать развитие индустрии не только в нашей стране, но и в других странах. Россия стала инициатором создания одной из самых последних 2-3 года значимых инициатив по внедрению фактически соревнований среди чайных специалистов по всему миру и фактически Россия стала инициатором создания олимпийских игр между чайными специалистами. Сегодня в эту систему соревнований вовлечено почти 23, вот сейчас мы последние буквально несколько дней назад подписали соглашение с 23-й страной мира, которая присоединилась к этому соревнованию, где соревнуются, как я уже сказал, не чаи, а специалисты, люди, которые работают с чаем. И тем самым фактически создается глобальное сообщество людей, работающих с качественным чаем, продвигающим различные культуры чайные в потребительской среде. И эти люди обмениваются с одной стороны опытом, между собой обмениваются знаниями о том, как заваривать чай, как создавать чайные композиции, чай с различными добавками, с различными пищевыми продуктами, с едой, как говорится, знаниями о том, как дегустировать, тестировать чай. Это фактически инициатива по созданию глобального чайного сообщества чайных специалистов, работающих с высококачественными чаями, в дальнейшем являющимися дистрибьюторами информации о чае, теми людьми, которые будут доносить в концентрированном виде информацию до потребителей, информацию, качественную информацию, информацию о хороших и лучших образцах чая, чтобы поддерживать развитие этой индустрии глобально на все время. Для возрождения краснодарского чая в Сочи создан первый чайный кооператив, который пока объединяет исторические чайные хозяйства Салахаульская и Хоста чай. Безусловно, для нас это честь, то, что мы приглашены, потому что организация международная, она сельскохозяйственная, продовольственная, и задачи, которые здесь есть, это для нас, это прежде всего, чтобы имиджевые задачи, то есть кооператив должны услышать, увидеть. Действительно, у нас шаг за шагом мы идем к тому, что потихонечку-потихонечку объединяем все чайные хозяйства, как было когда-то в советское время. Безусловно, это сложно, есть разные интересы, есть собственники, но тем не менее чайный кооператив имеет возможность выделять гранты, давать субсидии и помогать тем хозяйствам, которые в этом нуждаются. Каждое хозяйство должно принять решение, это достаточно осознанно, это первое. Второе, конечно, это должно быть экономически интересно, экономически, соответственно, это сбыт. Потихонечку, шаг за шагом нарабатываем новые полки, приняли, скажем так, пошли в направление, это хорики, там, где ручной сбор максимально может быть интересен, и с точки зрения цены подвержены меньше, скажем так, препятствий, чтобы туда войти. Первые шаги, это мы смогли, ну, первое, тот союз, который нам позволяет идти, это сбор, сбор чайного листа, который мы направляем уже на полки ресторанов, там и гостиниц, хорики, еще раз говорю, там, где, скажем так, критерий цена, он находится на втором месте, потому что, если мы говорим про массовый рынок, то, конечно, с той ценой нам действительно очень сложно. Рынок достаточно жесткий, да, и присутствуют чаи с ценой на полке не более 100 рублей. Конечно, для ручного сбора краснодарского чая, который испытывает не самые лучшие времена, это тяжело, но, тем не менее, то есть шаг за шагом задачу свою выполняем. Хотелось бы, конечно, быстрее, да, ну, наверное, всем хотелось, да, но, наверное, на это нужно время. Безусловно, в основе объединения, да, или в основе кооператива должно быть доверие, это самое первое, да, поэтому мы очень долго проходили этот этап, и следующие этапы, конечно, уже будем идти быстрее. Дальше мы планируем уже обратиться и постараться подготовить проект по реализации уже торговых мест. Торговые места, которые позволят присутствовать на полках Черноморского побережья, Краснодарского края, где, конечно же, мы изначально выбираем города 500 тысяч жителей, и которые позволят дополнительно, опять же, обеспечить сбыт и, значит, потребность, значит, дополнительные рабочие места и дополнительно новые рекультивации, новых плантаций. Мы очень признательны региону, региональной власти, на самом деле, полностью открыты, готовы сотрудничать, готовы к новым программам, и на следующий момент сейчас, наверное, нужно нам сделать еще дополнительный шаг, чтобы нас услышали, и, опять же, если были какие-то программы, это было актуально и интересно для всех. И это, мы прекрасно понимаем, что для Краснодарства это тоже деньги вложены и должны возвращаться. Поэтому вот на этом компромиссии, и, конечно, выстраиваем отношения. Сочи – родина Краснодарского чая, и для города чайная отрасль – одна из ключевых. Сочи позицирует себя как родина Краснодарского чая, русского чая. И сегодня, я так полагаю, многие гости, представлено 16 стран, с удивлением узнали, попробовали и знают, что есть российский напиток чайный, под эмблемой «Краснодарский чай». И на эту тему будем говорить. И как бы это ни звучало, может быть, опережающие события какие-то, ну, действительно, чайная отрасль, она сегодня базовая, ключевая в нашем городе. Чайная отрасль, под нее сделана региональная программа государственного оказания поддержки. И я уже несколько раз говорил и подтверждаю, что это как вот большая точка роста, развития сельского хозяйства в нашем городе. И, безусловно, мы не будем ограничиваться реализацией чая только к нашим россиянам, при первой возможности, если будет возможность выходить на зарубежные рынки, будем туда экспортировать нашу продукцию, чтобы все в мире знали, что есть «Краснодарский чай». То есть, возможно, сегодня этот вопрос поднимется, да? Ну, по крайней мере, сегодня это ознакомление. И есть интерес, 16 стран, вполне возможно, кто-то изъявит желание попробовать реализацию чая произвести в своих странах. Тем более, наш кооператив чайный, объединение «Краснодарский чай» в Китае принимали участие буквально где-то месяц назад. Там тоже позиционировали наш «Краснодарский чай» и нашим китайским товарищам наш чай понравился. Поэтому, я думаю, по крайней мере, большие оптовые поставки в ближайшее время их не будет. Но участвовать в выставках, получать грант при этих выставках, я думаю, обязательно будем. У нас рыночная экономика подразумевает, что профессионалы должны объединяться в ассоциации, чтобы нормотворчество, нормативную деятельность вести. И правительство поддерживает создание кооперативов. То есть, уклон идет на объединение, укрупнение, чтобы мелкие производственники объединялись и эффективно могли и получать субсидии, и производить продукцию. Собственно, в чайной отрасли у нас сегодня налицо есть и ассоциация, и кооператив производственник. Осталось набрать обороты и выйти на международные рынки. Представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жан-Лук Мастаки рассказал коллегам об основных тенденциях в мировой чайной индустрии и отметил, что сегодня потребителю интересны местные сорта чая, выращенные на определенной территории. Чайманам интересна история продукта, где и как он произрастает. Потребителю нужна прозрачность. Имейте в виду, на рынке нужен не только продукт, но и его история. И покупатель сегодня готов платить больше за высококачественный чай. И это плюс для местных чаеводов, в том числе для производителей краснодарского чая. В целом же на мировом уровне потребление чая только увеличивается. За год на 4,5%. И в тренде натуральные органические ингредиенты. Повышен интерес к зеленому и фруктовому чаю. И еще интересный факт. Чай становится популярным среди молодежи. А бутилированный чай становится альтернативой газировке. Поэтому я вам советую расширять линейку чайного продукта. Главной целью закона о развитии чаеводства на территории Краснодарского края было восстановление на Черноморском побережье заброшенных в конце прошлого века чайных плантаций. Закладка новых – увеличение объемов производства зеленого чайного листа. В итоге выход краевого закона о развитии чаеводства стал первым реальным шагом по поддержке отрасли. Сейчас чаеводы получают по компенсациям первые финансовые транши. Такого раньше не было никогда. К примеру, прежде в обществе «Мацестинский чай» средств в течение года едва хватало на восстановление полутора или двух гектаров заброшенных плантаций сейчас в хозяйстве. Уже восстановлено несколько десятков гектаров плантаций, и цифра постоянно растет. К тому же этот закон помогает бороться с создателями контрафактной продукции, которые завозят из-за границы дешевый низкосортный чай, заворачивают в красивую обертку с надписью «Краснодарский чай». Сегодня в ассоциацию производителей краснодарского чая входит шесть предприятий. Мацестинский чай, Дагомыс чай, Салахаульский чай, Хоста чай, Шапсукский чай и Адлерский чай. Все вместе они утверждают, еще несколько лет такой работы и советские объемы производства чайной продукции будут восстановлены. Программу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева чаеводы готовы поддержать своими делами и большими урожаями. В этом глава региона убедился, лично посетив чайные плантации в Сочи. Губернатор отметил, власть поможет производителям чая отстаивать рынок. На живописных склонах Мацесты раскинулись почти 180 гектаров краснодарского чая. Это через несколько месяцев на полках магазинов будут стоять упаковки с черным и зеленым напитком. Но получить их можно с одного куста. Дело в переработке, рассказывают технологи. С утра на плантацию выходит бригада в поисках зеленых побегов. Для заварки подходят вот такие молодые нежные росточки. Они появляются в течение 10 дней. Но если, к примеру, в кружку чая попадется вот такой крупный листик, мясистый, то он даст неприятный горький аромат. Поэтому их просто оставляют на плантации. В прошлом году здесь удалось собрать 270 тонн чая. Работают зачастую руками. Так больше вероятность не пропустить пригодные ростки. Об урожае этого года сегодня рассказывает губернатор Украя. Вениамин Кондратьев вместе со спикером Кубанского парламента Юрием Бурлачко посетил мацестинские плантации. У некоторых сотрудников в трудовых книжках стаж идет на десятки лет. За полвека они наблюдали из-за рождения чаеводства на Кубани и упадок, и восстановление отрасли. Я считаю, что общая заслуга и ваша в том числе, что мы снова видим чай. А как приятно это видеть. Друзья, нам тоже это очень приятно видеть. Но в чем вы молодцы? Потому что вы не сдались, не опустили руку. Вы, по большому счету, продолжили то, чем занимались всю свою жизнь, чтобы дети и последующие поколения тоже чай, наш чай пили. Это вам огромное спасибо. Вот, друзья, у нас сейчас чайное производство. Давайте сделаем чайную индустрию. Скоро у сотрудников чайной компании работы прибавится. В крае начали восстанавливать земли под плантацией. Так, недалеко от фабрики уже расчистили участок, спилили деревья. Это один из тех, которые удалось спасти от застройки. Ведь до принятия регионального закона на землях плантации успели возвести несколько элитных коттеджей. Мы обозначили, что законом края чайное производство в Краснодарском крае, в Сочи, охраняется. По большому счету, мы бы имели здесь уже давно коттеджи или какую-нибудь застройку. Вот для этого нужен был закон. На предприятии полный цикл производства. От выращивания листка чая до его фасовки. Вениамину Кондратьеву показывают цеха. Здесь модернизировали линию по производству черного чая и установили новое оборудование для высококачественного пропаренного зеленого. Кстати, этот вид производят только в Японии, Южной Корее и Сочи. Именно такие фабрики необходимо поддерживать, замечает глава Кубани. Ведь именитым брендом краснодарский чай пользуются и обычные перекупщики, которые просто упаковывают заварку в узнаваемые коробочки. Нам нужна четкая стратегия и понимание, что выиграют в первую очередь производители чая. Потому что для нас производители чая во главе всей чайной индустрии. Во главе. А посредники как бы не назывались. Вы тогда согласуйтесь с теми, кто этот чай производит. Потому что в первую очередь затраты у них. А все остальные хотят присоединиться. Только к прибыли, но не к затратам. Качество кубанского чая заметили и на международной арене. Напитки регулярно получают награды на выставках в Европе и на его родине, в Китае. Возможно, именно поэтому все чаще под видом нашего чая продают в лучшем случае индийский или цейлонский. Чтобы защитить производителей, Вениамин Кондратьев предложил закрепить понятие краснодарский чай на федеральном уровне. Шелуху под брыном краснодарского чая продавать мы никому не позволим. Это и неправильно, и несправедливо. А это не то, что даже удар по экономике и предприятию, экономике края. Это удар по репутации производителей чая. Краснодарского чая. Потому что пьют и думают, что вот эта вот шелупа и есть краснодарский чай. А настоящий краснодарский чай не то, что не нюхали, не в глаза не видели. Я уже не говорю, что они его пили. И вот это настоящая проблема. И мы сегодня должны помочь настоящим производителям чая оставить рынок. В крае два года действует закон о чаеводстве. Власти компенсируют 80% затрат на реконструкцию плантации и половину стоимости капельного орошения. В 2018-м на поддержку отрасли направили больше 26 миллионов рублей. Благодаря этому валовый сбор чая значительно вырос. Удалось собрать больше 500 тонн сырья. Но потенциал у региона куда больше. Чтобы продолжить развитие индустрии, провели инвентаризацию плантаций, которые планируют реконструировать. Ведь для выращивания чая подходит далеко не вся земля. В других условиях он не растет. Его пытались выращивать и в Майкопе. Очень большие посадки были сделаны в свое время в Крыму. Они все умерли. Они не смогли выйти на промышленный объем. То сегодня мы имеем. Поэтому эти земли, они должны быть особо защищенные. И эти земли должны идти только под посадку чая. Создан реестр чайных плантаций Краснодарского края. Поставлен на кадастровый учет. Задекларирован. И сегодня мы имеем полную карту каждого земельного участка. К сожалению, 3-4 года назад этого не было. Конечно, таким образом мы получили основную базу, с которой мы должны работать. Это общую площадь. Даже в Сочи сегодня используется меньше половины всей пригодной для чая земли. До конца 2021 года планируется восстановить 455 гектаров плантаций. Но выполнению этой задачи редко препятствуют сами чиновники, когда из-за бюрократических проволочек не передают участки предприятиям. У нас чая пригодной земли максимум 800 гектаров. Не тысяч, а гектаров. Из них реально сегодня 326 под чайными плантациями. А было 1200, еще раз подчеркиваю, 1200. 200 потеряли навсегда, 200 практически потеряли. Вот и о чем мы говорим. Мы что, мы дальше будем терять? Кореи, проще потерять чиновников, которые за это отвечают, чем чая пригодную землю. И поверьте, эта задача решаема будет. Потому что вот такое равнодушие и разгильдяйство отчасти, его быть не может. Не может. Не у тех, кто сегодня арендует чая пригодную землю и что-то хочет с ней сделать. Или даже просто не использует. И те, кто им потворствует. Чтобы защитить эти участки, Вениамин Кондратьев поручил на уровне правил землепользования Сочи закрепить за ними вид разрешенного применения. Сохранить все плантации – даже больше стратегическая задача. Ведь сегодня в России единственное место, где растет чай – это Краснодарский край. Краснодарский чай Эти стандарты будут утверждены, а со следующего – обязательные для всех производителей краснодарского чая. Ну и разумеется, на Кубани. Помимо чаеводства, активно развивается и садоводство с виноградарством. И вообще, Краснодарский край – один из важнейших сельскохозяйственных регионов страны. На Кубани примерно 5 миллионов гектаров пахотных земель. Высокие урожаи дают прославленная кубанская пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, овощи. Широкое развитие получило отечественное рисосеяние. Агрокомплекс «Края» с развитой сетью переработки, хранения и торговли является крупнейшим в России производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции и сырья. Он в существенной мере определяет экономику «Края», занятость населения и уровень его благосостояния. И на этом у меня сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города и края. В студии была Инга Габиша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин